Внимание у водителей! В столице Молдовы появится порядка 100 новых дорожных знаков. Среди них при въезде в столицу будет установлен знак «Меньше 200 лей не давать». На бульваре Штефана Челмари установят вечный ремонт дорог. Ну и у офиса Пеле, конечно же, осторожно, либералы. Это передача Хорошоу, и мы начинаем! Сегодня в Хорошоу! Как выглядит и кого спасает первый молдавский супергерой? Как проходит обычный день полицейского? Кого из жителей Молдовы отправить покорять космос? И что вспоминают выпускники политических школ? Добрый вечер, дорогие друзья! Наконец-то! Наконец-то у нас новые декорации! У нас новый диван! Но, к сожалению, у нас старые лица. Ну, в принципе, вот как в правительстве, там тоже ничего не меняется. В принципе, и здесь ничего не меняется. Вы тоже сидите, просто говорите и ничего не делаете. Сегодня с вами, как обычно, Вадим Базулев! Вадим говорит, что в его время трава была зеленее, музыка была лучше и то, что Горбачева на нас нет. Каждого по Горбачеву! Дмитрий Херсун! Больше шума, больше шума! Для Херсуна, да? Больше шума для Херсуна, да! Дима Херсун у нас носит очки, чтобы казаться умнее. Ходит в спортзал, чтобы казаться стройнее. И молчит, чтобы казаться смешнее. Ну, ладно, так как у нас юмористическая передача, поэтому я промолчу. Лучше бы ты этого не говорил вообще. Иван Колесниченко, давайте поаплодируем ему! Кто-то подошел, кто-то подсел. Да. Ваню в коллективе за глаза называют парламент. Дело в том, что он тоже вмещает в себя 101. Правда, килограмм. Вот как, да? Ваню, извини. Получается, у меня живот, значит, в оппозиции сейчас? Я буду спросить, где у тебя парламентское большинство. А мы в надежном месте. Не переживайте. И Сергей Киртоков. Он у нас как Тимофти без листочков не может ничего сказать. А вот это вот зря. Уже три слова сказал. Докажи. А во-вторых, я могу говорить очень много без листочков. К примеру, наша передача – это проблемы не государственной важности, которые ваши проблемы... В общем, давайте получим листочка, перейдем к новостям. Иностранцы, поясню, которые хотят получить молдавское гражданство, должны иметь на счетах коммерческих банков нашей страны не менее 1 миллиона евро и должны знать государственный язык. Что вы об этом думаете? Я думаю так. Иностранец, который приезжает в Молдову, скорее всего, будет заниматься бизнесом. А что ему еще здесь делать? Не, ну он же не просто возьмет с собой миллион и приедет сюда отдыхать. Правильно? Он будет чем-то заниматься. В принципе, негде. Ему не хватит выкупить все вино. Сколько скидывал нас? Миллион, да. И поэтому он будет, скорее всего, заниматься бизнесом. Дело в том, что он подтвердит свою платежеспособность. Так. Правильно? Получит гражданство. Так. Будет платить налоги, которые меньше, чем в Европе. Так. И снимет однушку где-нибудь на, не знаю, ботанике и все. Занимается себе бизнесом. Ботаники это еще круто. Да. Ты считаешь, Вадим, ты считаешь, что это хорошая новость? Это хорошая новость. Отличная новость. Ну, смотри, если он приехал из Европейского Союза, значит, у него европейское видение. То есть он наверняка здесь проверил все. Проверил там рекламку. Переходит в банк, хочет положить деньги и говорит, ну вот я хочу, например, положить в самый крупный, самый старый банк Молдовы. Вот в банк, где экономил. А мы такие, да, ну, как бы можно, но как бы и нельзя, знаешь. Он такой, ну, хорошо, давайте следующий, там, банка сучала. А я такие, давайте еще. Нет, я вот до этого смотрел рекламу, он говорит, банка сучала, там же правильный выбор. А потом такой, знаешь, у них банк, мне кажется, в вашем Европейском Союзе какие-то устаревшие новости, вы знаете. Просто очень слабенький интернет. Медленный, медленный. Говорит, какие банки у нас есть? Спрашивают, а в каком? В каком банке можно хранить? Не переживайте, можно хранить на Кипре. В любом. В любом на Кипре. Они автоматически, да, на Кипре отправляются? Вот какие же все-таки мои коллеги меркантильные. Все, бабки, бабки, дай им бабки. А между прочим, в новости есть такая маленькая, маленькая поправочка, что любой иностранец должен знать еще и государственный язык. Да, очень важно. Очень важно, кстати. Почему важно? Почему? Он пойдет в паспортный стол, там сидит девушка и будет говорить ему, А он что, неужели он настолько глупый, что не поймет, что ему надо сесть? Он что скажет? А с лишним разбиром? Постегада прайд. За кое тематурга? Что за камеры? Кино сейчас снимаем? Я не знаю. Ну понятно, что он там сфоткается. Зачем ему это нужно? А достаточно достает ему свой паспорт. Булетин, поза пентрубулетин. Грин-карт, молдавиан грин-карт. Жин-карт. Грин-жин-карт. Потом в конце просто вытаскивает и фотографирует его на фоне обоев. На фоне шпаклевки. На каком языке ты сейчас говорил? Я на языке своих предков. На болгарском языке. Гордый представитель болгарского меньшинства. Сексуального болгарского меньшинства. Босексуальный, сексуальный. Болгария, болгария. Я проталкиваю болгарский язык. Ребята, а я хочу вас перебить. Потому что я считаю, что в Молдове не важно, сколько у тебя денег. Важно, есть ли у тебя свой человек в министерстве. Вот так вот. Потому что это реальный молдавский супергерой. Не какой-то вымышленный. Согласен. Как в американских фильмах. А он реально может сделать все, что у него попросит. Причем их очень много. Студия Марвел представляет. В страшных снах. Когда твой мир трещит по швам. Когда тебя остановили в нетрезвом виде за превышение скорости, но не хочется лишаться водительских прав. Когда у тебя нет опыта, но хочется найти работу в Министерстве обороны. Когда ты некомпетентен, но хочешь занимать должность директора АП-канала. Когда ты хочешь сделать трехэтажную пристройку на Ботанике, но тебе не дают разрешения. Когда ты не хочешь стоять в длинных очередях за паспортом. Когда кажется, что ничего уже не сможет помочь. Время вызывать его. Человек Куметру. Достаточно одного звонка. Хорошо. Кстати о героях. Райс показал секретную виллу главы МВД. Давайте расскажу поподробнее. Журналисты опубликовали информацию о роскошной вилле, в которой проживает министр внутренних дел Александру Жиздан. Вроде бы все отлично звучит. Двухэтажный дом с мансардой, расположенный в элитном районе Кишинева. И записан на родителей жены министра. Да, так и написано. В общем, старая схема. Что вы об этом думаете? Не знаю. Мне кажется, он просто забыл указать декларацию. И все. У него там еще 10 таких домов. Он один забыл, вылетел. Он еще. Представили человеку. Он давно там не был. Уже месяц не ходил там. А может, он просто снимает комнатку в этом доме? Ты же живешь в девятиэтажке, у тебя же там квартира. Это же не значит, что тебе все девяти этажей принадлежат. Да, мы просто не знаем, сколько еще вглубь земли там это же. Там все министерство внутренне идет. Ну вот. Значит, доброго, доброго, доброго. На самом деле, я думаю так, что Александр Жездан просто человек с нашим молдавским менталитетом. Просто он построил красивый дом. Говорит, надо его показать кому-то, чтобы все увидели. Похвастался. На наши друзья-соседи. Он похвастался просто. Увидел, как раз снимает другие дома. Нынче съемка дорогая. Да. Позвонил, говорит, приезжайте, снимите меня. У меня для вас бомбезная новость. Незадекларированный их дом. Ребята, и вообще, ну и пусть рассекретили этот дом. Что это для нас не впервой? Мы же не румыны, собираться по 250 тысяч человек на площади. Возле его дома нет площади. Да мы не соберемся, нам некуда вставать. В огороде почему нет? Ну, в огороде картошку потопим. Нельзя в огороде, да. Нельзя в огороде. На самом деле, Александр Жаздан работает в полиции сколько лет? Кто знает сколько лет? Около 20 лет. 20 лет. Конечно, за это время можно заработать на такой дом даже для течи. Я думаю, даже не думаю. Да, вы понимаете, в декларации были еще указаны дома. Но ладно, не об этом. Да, да. А вообще, работа полицейского, она очень сложная. Вы представьте только, какие у них трудовые будни. И какие маленькие зарплаты. Ну, дома строят. Всем привет. Сегодня в прямом эфире у нас обычный день молдавского полицейского. Блюстителя закона с утра может разбудить срочный вызов. Полиция! Чтобы нарушитель не скрылся, нужно спешить на место происшествия. К сожалению, моторы полицейских машин не такие мощные. А если полицейский поспешит, то и сам может попасть неприятную ситуацию. Полицейский, который был на велосипеде, с утра на ранды свой, что с грабеа, потому что у него есть обязательность. Мы получили шаги и так получили. И так... И так... Хорошо, как вы называете меня? Не, не знаю. Конечно, наш герой не может внеатно ответить журналисту. Ведь он думает только о работе и имуне до болтовни. И нужно срочно помогать людям. Сделал доброе дело, но преступность не дремлет. И если служба зовет, то неважно, где происходит преступление. Хоть в Бельцах. Ты должен быть там. Наш полицейский не торопится применять физическую силу. Ведь нужно все преступление заснять на камеру, а потом показать общественности, как нельзя себя вести. Злоувышленник задержан. Теперь надо провести допрос. Задержанный может звонить кому угодно, да хоть Путину. Он все равно ответит перед законом. Справедливость восторженствовала. И нарушитель находится за решеткой. Время обеденного перерыва, но зарплата, к сожалению, уже кончилась. Поэтому можно пойти на базар и попросить бананов у продавца. Кстати, эти бананы он не сам будет есть, а поделится с посетителями полицейского участка. А то они с голода микрофоны уже начнут есть. Но некоторые задержанные ведут себя менее агрессивно и просто нуждаются в психологической помощи. Нашему полицейскому еще нужно быть хорошим психологом, чтобы успокоить человека, которому предъявили счет аж на тысячу леев. Хотя за прайс это все стоит 50 леев за 50 грамм. Ну как тут не расстроиться? Хотя зарплата у обычного полицейского, к сожалению, небольшая. Он всегда готов финансово помочь гражданам. К вечеру преступники более активны. Поступил срочный звонок и нужно отправляться в Гагаузию, чтобы остановить нелегального стритрейсера. Пора отправляться на базу и сдавать смену. А на самом деле служба наших полицейских и опасна, и трудна. И обидно, что некоторые думают, что их обычный день проходит примерно так. Рубрика хорошая, рубрика хорошая. У нас полиция шутки плохи. Все-таки мы их любим. Мы вас любим. Значит, давайте сразу перейдем к нашей любимой примарии. Дело в том, что муниципальные советники от ПСРМ раскритиковали муниципальную стратегию в сфере здравоохранения. Опять же поясню. Глава управления здравоохранения мэри Кишинева Михай Молдавану сообщил, что из 9 действующих больниц свою деятельность продолжат лишь 5. Ну, я думаю, что это нехорошо и неплохо, но это отвечает современным тенденциям. Вот раньше как было? Раньше люди себе могли позволить болеть. Проснулись, измерили температуру 37,5. Ну, надо лечь в больницу. А сейчас 37,5. О, так я побегу на работу. Я не пойду, побегу. Не есть температура, враг. Не минус как бы. Не минус. Если минус, уже плохо. Ну, по-моему, так все логично. Людей нет, все уехали, болеть некому, все здоровы. Голосуйте за Ивана Колесниченко. Ребята, я вот так думаю. А я иногда думаю. Бывает редко, но метко. Да, редко, но метко. Больниц станет меньше, а людей все-таки, я не считаю, что их станет меньше, болеющих. Поэтому их надо куда-то ложить. А если больниц мало будет, соответственно, их будут туда не ложить, оставить, чтобы поместилось больше людей. Постоял в очереди, постоял в больнице. Постоял в очереди в больницу. В больницу, да, и уже вызвал. Просто утром просыпаешься, в халате выходишь на лестничную площадку сразу. Я крайний, знаете, я крайний занял очередь. На самом деле, шутки шутками, но вообще ситуация с больницами серьезная. Представьте, пенсионеры, как они будут сейчас с одного района в другой ездить. Это же очень трудно, особенно для бабушек, для дедушек. А хорошие специалисты, врачи, я о них. Они могут лишиться своих рабочих мест. Вот, я вообще не понимаю, кто принимает такие законы и почему они принимаются. Я считаю, что таких людей нужно отправлять куда подальше вообще. Они на богам. Причем, они на богам они сами себе могут позволить. После нашей передачи купят билет. Вот как раз об этом будет наша специальная рубрика «Выход в люди». Пока мировое сообщество готовится колонизировать Марс, мы решили опросить прохожих, кто, по их мнению, может стать первым молдавским космонавтом. Кого из молдаван можно безвозвратно отправить в космос? Да любого молдаван. Почему любого? Да потому что они все смелые. Назвать имя я не могу. И многих. Надо целый народ вопрос. Ну, ясно, я в Молдаве, значит, молдаванин. Смотри, какой молдаван. У нас одно место. Видимо, меня. Почему его? Потому что он еврей, а я молдаван. Не, я в космос не хочу. Может, гимпу. Может, гимпу. Кого еще можно? Нет, я думаю, только гимп. Хорошо, на какую планету мы его зашлем? Марс. Мужчина из Марса, как бы. Хотя... А гимпу? Ну, мужчина вроде. А вы почему бы не полетели бы в космос? Вот это поворот! Это новая программа по переселению. Ну, молдавская вина будет. Work and Cosmos. Work and Cosmos. Кого из молдаван можно отправить в космос? Безвозвратно. Гимпу. Почему? Мне его не жалко. Просто. А на какую планету? На Солнце. Чтобы он сгорел. Не, если серьезно, я бы его отправил на самую дальнюю планету. На Плутон. Чтобы, так сказать, заморозить его. И когда настанет уже оттепель, он разморозится, сохранится. Все нормально. Кто-то из политиков. Может, ваш сосед, который вам надоел. Может быть, кто-нибудь, кто задолжал вам. Может, и Гимпу. Почему? Потому что он такой... Психот! Умный. Киртак. Почему? Пора уже. А на какую планету? Подальше. Ну, подальше. Сатурн? Ну, на Марс. А как ты думаешь, его примут там, на Сатурне? Да. Мне кажется, он там построит что-нибудь новенькое. Дороги. Обычно. А если он захочет, опять же, мост сделать из земли, из пешеходной нашей, из Кишинева, на Сатурн? Мне кажется, он на кольце получится. Понятно, на кольце Сатурна. Это его круги? Да. Круги Киртака. Кого из Молдаван можем отправить в космос? Гагарна. Я не могу сказать, там специальная подготовка, во-первых, нужна, для того, чтобы полететь в космос. Ван можно отправить в космос. Тебе есть такая тряпка. Пти, я не думаю, что тряпка. Тьфу, деревня! Гемпу, наверное. На какую планету? Чем подальше, тем лучше. Ну, а если он будет лететь 10 лет, тебе его не жалко? Нет. А если он захочет объединиться, к примеру, с Юпитером? Лупу можно. О, лупу, давайте пофантазируем. Почему? Ну, нет слов, не знаю. А на какую планету, как вы думаете? Да на любую, только на Земле. Тякого из Молдаван можно отправить в космос безвозвратно? Нет. Солнечному миру нет, нет, нет. К пятерному взрыву да, да, да. Не знаю. А может быть, все-таки найдем человека? У нас же куча звезд, куча политиков. Не думаешь, например? Я думаю, что это может быть твоя девушка. А у меня нет девушки. Хорошо, тогда что будем с этим делать? Не знаю. Ну, давай остановимся и сделаем объявление. Молодой человек, как тебя зовут? Иван. Иван ищет девушку, чтобы отправиться с ней в космос и колонизировать какую планету? Марс. То есть наша космическая программа провалилась? Кажется, да. Мы, допустим, когда прощаемся, говорим пока. Как могут говорить марсиане? Добро пожаловать в прощание. Добро пожаловать в прощание. Хорошо. Кого бы ты отправил, Вадимыч? Я не знаю, я бы отправил свою тещу. А если она смотрит эту передачу? А мы это вырежем. Ребята, мы с вами совсем забыли, что каждую первую субботу февраля мы собираемся и что делаем? И что делаем? Как обычно, работаем. А нормальные люди собираются на вечер встреч выпускников. Вот так вот. И тут хочется поднять тему наших молдавских политиков. Дело в том, что я покумекал, посидел, подумал, поразмышлял. Я тоже... Сколько слов-то знал. У меня богатый словарный запас. Они тоже учили в школах. Но их школы, они были немножко иные, чем наши. У них был, понимаете, у нас с уклоном, а у них с вектором. То есть есть реальные классы, да? Есть и про европейские. Есть и про европейские классы. Реально есть и про европейские. Давайте посмотрим следующее видео на эту тему. Давай еще раз. Уже восемь лет прошло. Даже не верится. Первый АИ-класс. Хм, школьный альбом. О, Владик, да, уже в школе был настоящим бизнесменом. Вот хорошие кадры, да. Помню, курил за школой и сигареты старшеклассникам продавал. Нелегально. Сидит тут за партой. А сейчас просто сидит. Что тогда, от звонка до звонка, что сейчас? А вот Серафимушка, да, наше солнышко. Что с ним стало? Эх, жаль, что тогда не пришел к власти. Как говорится, ну, Саенторс, господару. А кто это рядом с Филатом? Это ж Юркалянка, да-да-да, помню точно. За Владиком портфель носил. Потом за Майей. Ну, как-то так и не смог определиться-то. О, Марьяша. Ммм, отличником и старостой был. Да, хотел стать главным по школе. Директором, так сказать. Но не оправдались амбиции. Ой, Коля, да-да-да-да-да-да. Тихий такой мальчик был, скромный. Как сейчас, помню, постоянно со шпаргалкой ходил. О, Мишка. Миха-миха. Хотел еще объединить нашу школу с другой, но она ж через реку. О чем он думал? Ну, неудивительно. На физкультуру со справкой постоянно ходил. То голова, то еще что-то. Да, хороший был класс. Жаль только, что столько делов в школе наделали, что аж стыдно вспомнить. Хм. Хм. А это что? А-а-а, это параллельный класс, да. Ну, они-то добились большего. Игорь вообще директором школы стал, а другой, как его. Андрей, вот, с нашей Майей, из нашего класса встречался. А Ренат, Ренат, петь любил. Большим человеком в Москве стал. Эх, школьные годы чудесные. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Хорошо. Хорошо. Наша передача подходит к концу. Пользуясь случаем, ребят, у нас была другая концовка. Но так как день встречи с выпускниками, давайте вспомним наших, не только выпускников, но наших учителей. Да. Пускай они вас увидят по телевизору и поймут, что из этих людей что-то вышло. Что-то, что-то со школы вышло. Я хочу передать привет тогда, может? Да, давай, конечно, передавайте. Я передаю привет своей первой учительнице Татьяне Михайловне. Потом передаю привет Александре Васильевне. Потом передаю привет Анжелой Юрьевне. Передаю привет всем своим учителям. Ваня у нас, давай, давай, эфир не резина. Это все мои учителя. Нет, на самом деле. Пять лет. Спасибо вам. Елена Алексеевна, Наталья Афанасьевна, Елена Алексеевна. Елена Александровна, ваша математика мне не пригодилась. Я хочу еще и не только учителям, но и ребятам. Ребята, Саня, Вова, Егор. Я забыл по имени, но это я делал очень давно. Ну, учителей я помню. Вот Наталья... Наташа. У тебя такой возраст, что ты можешь... Да. Ну, на самом деле, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех своих учителей, особенно своего любимого учителя, учителя немецкого языка Киртоку Виктора Ивановича. Ну, нет, не дело в том, что он мой отец, а просто благодаря ему я не ходил с ребятами за школу играть в футбол, благодаря ему я не выкурил свою первую сигарету на переменке. Да, спасибо тебе большое. Не прогуливал уроки. Да, спасибо за счастливое детство. Скажи хоть поднимется. Данке. Все, ребят, с вами были Харашшоу, до следующей субботы в 21.00. Всем пока. Пока-пока. Меня не будет. Эй, наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok